Посмотрите это видео, значит, отчет по поводу моей недели с 27 ноября по 4 декабря. Вот, я думаю, что получилась неплохая сумма, хотя можно было, конечно, поднять еще больше. Это, не могу сказать, что это максимум здесь, скорее всего, это, возможно, везение, потому что какие-то определенные дни начались, праздники. С другой стороны, если возможно работать каждый день по 8-10 часов, как я старался это делать в эти дни, то, возможно, такая сумма и получится. Поэтому смотрим и пишем в комментариях свое мнение по этому поводу. Ну вот я проверил Uber, я в очереди, но пока я сюда ехал, он не понимал, что я нахожусь здесь. Давайте попробую показать машины. Subaru Forester, Chrysler, в принципе, новый, там где-то с 2012 года такие выпускаются. Вон постарей Honda, тут вот Nissan, думаю, что это Altima. Вот парень, который натирает машину, это, значит, Honda Accord. Там, значит, стоит Corolla, вот там Honda Accord старая, вон уже даже красочка там немножко облезает. Значит, вчера на эту парковку заехала точно такая же машина, как у меня, правда, с другими номерами, не Виржиневские. И у меня был шок, как так? То есть в городе у меня только одна такая машина, а тут нашелся тут какой-то модный. Значит, вот видите, разница, лифт сделал свою какую-то парковку, у Uber такого нету. Преимущества, в принципе, да, ты можешь заехать, у тебя есть ту лет, как-то все благоразумно и обустроено. У лифта есть вот эта вот штучка, когда ты можешь видеть, где находится человек. У Uber что-то появляется такое, пару раз у меня было, что я вижу человека, ну, не во всех поездках, не во всех. Приехал, видимо, прилетел самолет и все начинают разъезжаться. Приехал я в соседний город, в Норфолк, и я увидел, что в аэропорту несколько машин, то есть там обычно 10 машин, 15, 20, даже сейчас я смотрю, бывает. И было как раз 7 машин в Uber, в районе также 7 в лифте. Я приехал, был, по-моему, 9 в лифте и, по-моему, тоже около 9 или 10 в Uber. Ну, то есть я встал, и да, еще перед тем, как ехать, я посмотрел, что там в 4,50 должен быть самолет, в 5, в 5,20. То есть, в принципе, самолеты должны были лететь, и люди должны были пользоваться услугами такси, естественно. Я простоял минут 40, это точно, минут 40, и я был первый в очереди. Вокруг аэропорта часто появлялись розовые зоны. И вот, когда я был первый, появились красные зоны. Я плюнул на все, поехал в эту красную зону. Как вы думаете, что произошло? А ничего не произошло, то есть я приехал в эту красную зону, я к ней начал двигаться, и, как всегда, она начала исчезать. Я уже начал ехать в сторону дома, и сзади меня появилась реально красная зона, очень красная, то есть большая и красная. И оттуда пришел вызов на 1,3 с коэффициентом 1,3. Я его отменил, но подумал, что надо все-таки развернуться и поехать попытаться свое счастье. При этом я подумал, что, блин, какой я невезучий, потому что в аэропорту я никого не взял. Хотя, ну, там в аэропорту сколько там можно было сурбить? Не знаю, 10-15 долларов максимум. И, да, пробки были, поэтому я боялся ехать в одну из сторон. На этой неделе, когда студента возил, из трех полос все переходит в две, но там большой поток, и как раз это было время 6 часов. То есть все люди едут с работы, поэтому очень не хотелось ехать туда, а когда ты в аэропорту, то есть ты не знаешь, там очередь подошла, куда человек захотел, туда тебя и вызвали. Вернемся к этой ситуации, к моей, что я развернулся, и перед тем я подумал, что, блин, какой я невезучий, что в аэропорту я простоял первый, я никого не взял, уехал оттуда. Когда я развернулся, выключил я лифт, ехал даже с выключенным Uber, потому что я был вне зоны этой красной и ехал в эту зону. То есть я приехал в нее, остановился, то есть был коэффициент от 2 и выше, и я остановился, подождал пару минут, уже с включенным Uber конкретно, то есть лифт у меня был выключенный, потому что в лифте не было никакой зоны. И что вы думаете, я взял людей, то есть пришел заказ, по-моему, на 3,2 с коэффициентом 3,2 или 3,6. Вот я еще только что не смотрел, какой был коэффициент. Я взял людей, и я надеялся, что это будет большая поездка, ну, даже если бы это была маленькая, в принципе, там не по месту, да, так сказать, в районе 5 миль, я мог бы в этой зоне оставаться, как бы, в 2 раза попробовать побыть и у кого-то еще отвезти, ну, 2 раза. Но, в принципе, мне повезло, наверное, я взял людей, они, оказывается, едут практически, ну, это был другой город и другой конец другого города, и они приехали, блин, где тут живу? На ошен фронт, вот. Это 20 миль, мы ехали около 35 минут, и вот только что они вышли, я посмотрел, уже зачислили 41 доллар. Мне, на самом деле, повезло, классная ситуация, взял, подобрал, то есть я счастливчик, я молодец, вот, сделал немного денег, потому что днем это вообще что-то ужас, я проработал, в принципе, там, с утра проработал, потом приезжал домой на час, по-моему, полтора, ну, то есть, в общем-то, я целый день сегодня работаю, в районе, наверное, уже сейчас у нас 7, я отработал в районе, там, 10, наверное, часов. Конечно, потом я это еще подобью, все, ну, вот такая ситуация прошла. Еще что хочу сказать, значит, когда я уже уехал из аэропорта, да, когда я в очереди, я вижу кружочек, и какой я в очереди, допустим, в лифте, когда я выехал только из зоны, только если ты только в этой зоне, ты находишься в аэропорту, считается, что ты находишься в аэропорту, и тебя ставят в очереди. В Uber немножко по-другому, когда ты находишься в зоне аэропорта, то есть, не в определенной зоне, а, в общем, в эре аэропорта, тебя зачислют в определенную очередь аэропорта, и ты уже, получается, стоишь в очереди, ну, как бы, на поездке из аэропорта. Я уехал, как я сказал, в красную зону, я уже был в минутах 10 от аэропорта, я не знаю, сколько это, миль, наверное, ну, около 3-4 миль, и мне два раза приходило, то есть, я не был в очереди, то есть, не показывал, что я в очереди, и я даже проверял, что была одна машина в аэропорту, но мне приходил запрос из аэропорта. То есть, можно сделать вывод, если ты находишься рядышком, не знаю, по какой причине, я получал запросы с аэропорта, не стоя в очереди. Вот такой результат, такой, ну, небольшой экспириенс, возможно, кому-то будет полезно в ваших небольших городах, то есть, я думаю, что в больших городах, такие, как Нью-Йорк, Вашингтон, там, где есть большая площадка для Uber-такси, то, скорее всего, там у вас так не получится. А тут, не знаю, может, из-за района, может быть, действительно, какая-то штука такая, ну, потому что нет конкретной площадки, где Uber считает, что ты именно вот в этой зоне. Хотя, еще раз повторюсь, я не был, то есть, мне не показывало, что я нахожусь в очереди. Ребятки, значит, в 2 часа ночи я еще не спал, ну, был уже в кровати, и я посмотрел то, что зона Oceanfront, вот этих всех баров, ресторанов, она уже красненькая. Я подумал, что если будет больше 2, коэффициент больше 2, то я поеду. Начал одеваться, и как раз пришел заказ на 2. Отвез 3 парней из бара, в принципе, были пьяные, но, ну, как бы, адекватно нормальные, военные. Отвез их по дороге, еще заехали мы в 7-11, они купили поесть, мне не понравилось, что они начали хавать. Но, в принципе, я понимаю, когда выпиваешь, да, хочется покушать. То есть, в принципе, я после них посмотрел, не нассорено, в принципе, нормально. Все-таки поставил им четверочку, ихняя дорога обошлась им 4,94, то есть, обычная ставка, плюс умноженное на 2, то есть, еще 4,94, так, короче, в районе 10 долларов. И они мне еще оставили пятерик чаевых, то есть, в принципе, 15 долларов я получил. Ехал обратно, надо было уже заправо срочно заправиться, потому что оставалось там, ну, еще понятно, что можно было еще кататься. Оставалось, по-моему, 15 миль, лампочка уже горела. Я быстро заехал на заправку, пока начал заправляться, пришел еще один заказ с какого-то бара, имя девушки Дарина. Как-то так, я думаю, что, может, русская или из Украины, ну, как-то. Пока я заправлялся, начал ехать к ней, она отменила заказ, я было расстроился, но мне зашло за отмену заказа 3,75. Пока ехал домой, еще один заказ я принял, заказ за 1,3, подумал, что надо подождать и взять что-нибудь пожирнее. Была зона, где было еще там 1,6, 1,8, но постояв пару минут, в этой зоне ничего не было, и, в принципе, я поехал домой. Ну, вот так вот, в принципе, сколько, 18 долларов, 19 долларов зашло за, не знаю, полчаса. Думаю, нормально, теперь можно со спокойной душой идти спать. По сути, я сделал свои 200 долларов за сегодня. Конечно, сегодня уже 2 часа, и это уже считается пятница. Ну, теоретически, люди гуляют еще с четверга, поэтому запишем это в четверг. Ребятки, снимаю в темноте, потому что я боюсь даже тут свет включать. Короче, суть такая, что меня первый раз запустили на большую базу, которая, значит, на ней находятся корабли и подводные лодки. Суть того, что классно в том, ну, как бы не очень необыкновенно то, что я видел эти корабли, допустим, с большого расстояния. Прям проезжаю возле них рядышком. Ну, прикольно, здоровезные, конечно, и ребята, которых я подвез, они говорят, да, это первая неделя классно, когда ты, ну, я спросил, вы живете на борту? Они говорят, да. Первую неделю, а потом из-за того, что маленькая территория, то есть, говорит, нету для вещей там каких-то. Я думаю, что вы видели по телевизору, как, какие каютки в военных кораблях. Может, мне нельзя снимать где-то? Я даже сделал там одну локальную поездку, то есть из корабля я забрал там двух девушек и отвез какое-то здание. Вот. В общем, территория большая, немножко страшно. С этими девочками, блин, ну, не скажу, что я в аварию чуть не выполну. Не замечаю стоп-сигнал, не стоп-сигнал, а знак стоп-стоп. Девочи немножко вспыхались, а та, которая за мной, она вообще так, такое чувство, что она, торможение было небольшое, просто аж улетело в мое кресло. Та, которая засидела за пассажирским, с ней все было нормально. Итак, подводим итоги недели с 27 по 4. Сейчас смотрю отзывы. И спасибо Виталии Мещеряков. Прочитал ваш комментарий и буду учитывать все ваши пожелания. Итак, поехали. Смотрите, значит, это у нас Uber. С понедельника я заработал 43 доллара. 42, 32. Вот тут хороший выдался день. Это еще один, еще один. Ну, и тут как бы не работало. Тут так себе. В этот день, в принципе, неплохо я покатался и поднял денег именно на коэффициентах. Еще раз вы можете видеть. За рулем я пробыл 5 часов. Проехал 145 миль. Это именно, опять же, с пассажиром. Потому что я еще езжу без пассажиров. Иногда такие места получаются, что просто хочется оттуда выехать или поехать поискать хорошее место. С понедельника по воскресенье я заработал 558 долларов. Сделал 70 поездок. Работал 42 часа. Именно за рулем с пассажиром. Дальше перейдем в лифт. В лифте я заработал 350 долларов. Пробовал за рулем с пассажиром 25 часов. Сделал 35 поездок. Ну и как вы можете видеть, тут это деньги, которые заплатили пассажиры. Это чаевые. Это какие-то тут бонусы. Есть в лифте такие периоды времени. Моя реферальная ссылка 105 долларов, по которой я перешел и заработал 105 долларов. Толл это то, что я проезжал в туннеле. Доллар 95 мне возместили. Минный 50 центов за вычетом самой вывод денег. И лифт фи. То, что я должен заплатить лифту 73 доллара. Итого, еще раз подведу итоги, 350 долларов я заработал в лифте. Вот можно посмотреть, как это выглядит по дням. Итого 910 долларов. Вычет, значит, то, что я посчитал. Итого получается 900, как я сказал, 910 долларов. Минус примерно 100-110 долларов бензин. Чистыми получилось 800 долларов. Еще плюс мне давали чаевые наличными деньгами. И Uber, и Lyft, они постоянно обновляются. Обновляются программы, какие-то акции, что-то добавляется. Поэтому каждый раз, когда я захожу делать программу, каждую неделю, что-то добавляется, что-то меняется. И в дальнейшем у меня будет видео, не пропустите. Я буду сравнивать само качество сервиса, каких-то приложений Uber и Lyft. И расскажу разницу, расскажу свои ощущения по поводу работы в этих двух приложениях и работы с этими приложениями. Подписывайтесь, кликайте на колокольчик. И вы будете знать, что у меня вышло новое видео. Если ты посмотрел это видео, если ты новенький, поставь, пожалуйста, лайк, если тебе нравится видео. Если нет, не ставь, пожалуйста, дизлайк. Просто напиши в комментариях, что бы ты хотел, чтобы я улучшил. Это поможет и мне, и моему каналу. И тебе будет тоже интереснее смотреть дальнейшие видео. Потому что дизлайк мне не говорит ничего. Да, тебе не понравилось видео, но почему, я так и не понял. Если ты напишешь в комментариях, что тебе конкретно не понравилось, я обязательно сделаю видео, следующее видео лучше. Также хотелось бы узнать ваше мнение, что бы вы хотели узнать о дальнейшем, о Вирджинии, о штате, о Вирджинии Бич, о городе, в общем, о какой-то жизни. То есть у меня, конечно, есть свои идеи, но хотелось бы услышать ваше мнение и ваши интересы. Всем спасибо, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!